Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Довольно интересный момент, как мне кажется. Я обратил внимание на него, хотел бы с вами поделиться. Пишут, после обнародования откровенного фото, Константин Эрнст пожелал Литвиновой Ренате Литвиновой смерти. Вроде шутка, вроде не шутка. Смотрите, что пишут. 12 января Рената Литвинова праздновала юбилей, актрисе исполнилось 55 лет. Весь день накануне артистка принимала поздравления, и вечером организовала банкет для своих друзей, ради которого даже прервала отпуск. Среди приглашенных был и Константин Эрнст с супругой Софьей. Судя по всему, пара близко общается с Ренатой Литвиновой. Перед мероприятием Софья Эрнст написала трогательное, очень чувственное поздравление именинницы в Инстаграм. То есть, жена Эрнста поздравила Ренату Литвинову. Признание в любви к Литвиновой Эрнст сопроводила рядом совместных снимков, один из которых оказался очень пикантным. На фото попал страстный поцелуй двух актрис. Ну, если учесть, по крайней мере, по таким, что называется, опять-таки слухам там или не слухам, что Литвинова не совсем такой традиционной ориентации, да, по крайней мере, об этом писали СМИ, то действительно вопрос такой довольно щекотливый. Значит, как отреагировал на обнародование такого снимка Константин Львович, неизвестно, однако на праздничном банкете люди открыли просто рот от его поздравления. Значит, он обратился в камениннице с очень своеобразным пожеланием. Значит, гендиректор Первого канала поднял тост за юбиле, что и отметил, что у него Литвиново ассоциируется с какой-то сумасшедшей кинематографисткой. В связи с этим, среди прочего, Эрнст пожелал артистке смерти через 45 лет на сведение звука новые картины. Ну, друзья, Эрнст тоже такой, в определенной степени на него, если смотреть, впечатление такое, что он не от мира сего маленько, да? Мне кажется, человек от мира сего не сможет сделать телевидение таким, какое оно сегодня есть. Почему люди, что называется, отказываются смотреть телевизор. Тем не менее, вы знаете, когда желают там сто лет жизни, говорят, сто лет жизни тебе там и так далее, здоровье. Это одно. Желать смерти даже в шутку это просто неприемлемо, это невозможно. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это некая энергоинформационная такая вещь, которая никуда не девается из окружающего нас пространства. Это пожелание, тем более. То есть, человек вкладывает определенную энергию, когда произносят эти слова. И пожелание смерти это очень страшно, очень опасные вещи, да? А фактически, вот я, например, там когда-то знакомился с литературой подобного рода, пожелание смерти некоторые даже приравнивают там к определенного рода проклятию там или порчи, или еще чему-то. Ну, например, нередки случаи, опять-таки, можете познакомиться, почитать, в литературе описаны они, когда людям вот так на дне рождения просто желали смерти, действительно желая, чтобы там что-то плохое и у людей начинался очень нехорошая полоса в жизни. Значит, посторонние открыли рты и данное пожелание им показалось весьма странным. Значит, впрочем, сама именинница, пишет Рината Литвинова, судя по всему, не увидела ничего плохого в этом поздравлении. И сам Эрнст, как ей показалось, просто хотел выразить восхищение ее талантом. Друзья, я не знаю, может быть, просто люди есть с определенным каким-то мышлением, отличающимся, вот, например, моего в частности, но для меня, например, прийти на день рождения и пожелать смерти, пусть и через 45 лет, пусть и занимаясь любимым делом, не знаю, это что-то из ряда вон, да, из ряда вон, потому что, ну, через 45 это получается в 100 лет, как бы он не пожелал умереть, до 100 лет дожить. Вы знаете, еще раз скажу, что одно дело сказать, дай бог тебе дожить до 100 лет и так далее, радовать нас, другое дело вот таким образом, что называется, перевернуть и пожелать смерти. Это, конечно, очень удивительно, да, и надо сказать, что, еще раз скажу, что сам Эрнст, я вот смотрел его на программе, например, у Урганта, он рассказывал о себе, мне он показался странным, да, вот, довольно странным человеком, еще раз скажу, не от мира сего. И, в общем-то и целом, конечно, когда мы говорим, анализируем наше телевидение, говорим о том, какие программы есть, говорим, в частности, там о Малахове и так далее, надо действительно сказать, что огромная доля ответственности, вот, недавно показывали, значит, какую-то программу, вспоминали старые песни о главном, наверняка помните, в 2000-е годы там такие были, новогодние программы, старые песни о главном, были классные, очень добрые, очень такие, замечательные вещи, и Эрнст вспоминал, как они делали эти программы, и кто-то из гостей сказал, что вот мы бегали, Константин Львович сидел, то он на телефоне с Кремлем, то еще что-то, то есть, в открытую абсолютно говорят, да, это и понятно, наверное, что Эрнст просто на связи с Кремлем по телефону, понимаете, да, и поэтому, когда мы говорим о том, что вот такой ведущий, вот такой ведущий, вот такой ведущий, программы и так далее, нужно сказать, что это кому-то нужно, получается, понимаете, чтобы такие программы присутствовали, и когда люди говорят, мы хотим смотреть спорт, мы хотим смотреть оперетту, мы хотим видеть какие-то фильмы, добрые, хорошие, а не там, уголовный розыск с утра до вечера, или еще что-то подобного рода, нужно понимать, что здесь есть ведущие, есть режиссеры, есть деньги, выделяемые из бюджета на определенные картины, а есть Эрнст, например, который курирует, собственно говоря, телевидение, а есть те, кто стоят над ним, и, собственно говоря, тоже занимаются этим, и тогда все встает, условно говоря, на свои места, и становится понятным, почему телевидение у нас такое, какое оно есть на сегодняшний день, это, конечно, очень жаль, что оно такое есть, потому что, еще раз скажу, телевидение может выполнять воспитательную функцию, это крайне важно в вопросе воспитания молодежи и подростков, потому что подростки на данный момент предоставлены просто сами себе, предоставлены гаджетом, предоставлены разным тиктоком, там, опять-таки, при поддержке непонятных людей знаменитыми становятся тиктокеры, которые красят ногти, ходят в женских платьях и так далее, так вот развал ценностей и так далее, вот это все, как мне кажется, не просто так происходит, да, потому что люди хотят действительно качественного продукта, качественного контента, хотят профессиональных телеведущих, профессиональных актеров, Леонид Куравлев, вы знаете, сейчас находится в больнице, дай бог здоровья, супер профессиональный актер, супер профессиональный человек, а сколько ушло в прошлом году, вы вспомните, тех людей, которые, как мне кажется, создавали, просто это основа нашего общества, просто фундамент составляли. Поэтому, конечно, это вопрос такой, очень серьезный. Ну, а здесь пожелания, еще раз скажу, мне кажется, что это такие вещи недопустимые, с такими вещами лучше не шутить. Не знаю, друзья, что думаете на сей счет, пишите, пожалуйста, комментарии. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, на котором мы с вами находимся, резервный канал Будда Гришна Live, и Инстаграм Будда Гришна, нижняя подчеркиваетничка на латинице на русском, Будда Гришна, три российских флага, в Инстаграме анонсы прямых эфиров, анонсы игры на гитаре и так далее. Итоги недели теперь мы с вами подводим по воскресеньям, тоже не пропустите. Всем пока, до встречи.